Здравствуйте! Наша сегодняшняя лекция посвящена творчеству замечательного русского писателя, режиссёра, актёра Василия Макаровича Шукшина. Рассказ срезал. К старухе Агафье Журавлёвой приехал проведать, отдохнуть сын Константин Иванович с женой и дочерью. Деревня новая небольшая, а Константин Иванович ещё на такси подкатил, но сразу все деревни и узнал. К Агафье приехал сын с семьёй, средний, Костя, богатый, учёный. Вечером стали известны подробности. Он сам кандидат наук, жена тоже кандидат, дочь школьница. Агафьи привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки. Вечером же на крыльце у Глеба Капустина собрались мужики. Ждали Глеба. Про Глеба Капустина надо рассказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали. Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик, лет сорока, деревенский краснобай, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни новой, хоть она и небольшая деревня, вышло много знатных людей. Один полковник, два лётчика, врач, корреспондент и вот теперь Журавлёв. И как-то так повелось, что когда знатные приезжали в деревню на побытку, когда к знатному земляку набивался вечером народ, ну, слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался. Вот тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал гостя. Многие тем были недовольны, но некоторые мужики в особенности ждали, когда Глеб Капустин придёт и срежет знатного. Даже не то, что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уже вместе к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника красиво, с блеском. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба, опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлёв. Глеб пришёл с работой домой. Ну, умылся, переоделся, он работал на пилораме, ужинать не стал, вышел к мужикам на крыльцо. Закурили. Ну, малость поговорили о том, о сём, нарочно не Журавлёве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлёвой, спросил. Гости к бабке Агафьи приехали. «Кандидаты! Кандидаты! О-о-о! Голой рукой-то не возьмёшь!» Мужики засмеялись, был, кто не возьмёт, а кто может и взять, и посматривались с нетерпением на Глеба. «Ну, пошли, попроведуем кандидатов». И пошли. Глеб шёл несколько впереди остальных, ровки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи Журавлёвой. Со стороны, в общем, выходило, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый хмырь. «В какой области кандидаты?» Дорогой спросил Глеб. Глеб был из соседней деревни и здешних людей знал мало. «Кто его знает?» Мне бабёнка сказывала, кандидаты и он, и жена. Ну, бывают кандидаты технических наук, бывают общие образователи. Эти в основном трипологией занимаются. Костя вообще-то в математике рубил хорошо. Вспомню кто-то, кто учился с Костей в школе. Печёрышник был. «Посмотрим, посмотрим». Неопределённо пообещал Глеб. «Кандидатов теперь, как нерезанных собак. На такси приехал?» «Ну, Маркут надо поддержать. Пишется Ливерпуль, читается Манчестер. Мы все учились понемногу». Константин Иванович встретил гостей радушно. Захлопотал насчёт стола. Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла на стол. Поговорили с кандидатом, повспоминали, как они в детстве вместе. «Эх, детство, детство!» С грустинкой воскликнул кандидат. «Ну, садитесь за стол, друзья!» Радушно пригласил. Все сели за стол. И Глеб Капустин сел. За столом разговор пошёл дружнее. Да стали вроде бы уже и забывать про Глеба Капустина. И тут он попёр в атаку на кандидата. «В какой области вы являете себя?» «Где я работаю, что ли?» Не понял, кандидат. «Да, на филфаке». «Философия!» «Не совсем. Но можно и так сказать. Необходимая вещь. Глебу нужно было, чтобы была философия. Он оживился». «Ну и как насчёт первичности?» «Какой первичности?» «Не понял кандидат». «Ну, первичности духа и материи». Глеб бросил перчатку. Кандидат поднял перчатку. «Как всегда, сказал он, улыбаясь, материя и первичность, а дух?» «А дух потом». А что? Это входит в минимум. Вы извините, мы тут далеко от общественных центров. Поговорить хочется, но не очень ты разбежишься. Не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости? Как всегда, определял. Почему? Сейчас. Но явление открыто недавно. Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит так. Стратегическая философия совсем иначе. Да нет такой философии стратегической. Допустим. Но есть диалектика природы, при общем внимании, продолжал Глеб. А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю. Растерянности не наблюдается среди философов. Кандидат расхохотался. Насмеялся он один. Почувствовал неловкость, позвал жену. Валя, иди, у нас тут какой-то странный разговор. Валя подошла к столу. Давайте установим. Серьезно заговорил кандидат. О чем мы говорим? Каков, так сказать, предмет нашей беседы? Хорошо. Еще один вопрос. Как вы относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? Кандидаты засмеялись. Глеб терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются. Можно, конечно, предположить, что такой проблемы нет. Я с удовольствием посмеюсь вместе с вами. Но от этого проблема, как таковая, не перестанет существовать. Верно? Простите, вы серьезно все это? Спросила Валя. С вашего позволения. Глеб привстал и сдержанно поклонился жене кандидата, тоже кандидатке. Вопрос, конечно, неглобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать. Да какой вопрос-то? Нетерпеливо воскликнул кандидат. Твое отношение к проблеме шаманизма, сказала Валя. Неволе засмеялась, но спохватилась и сказала Глебу, извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Я понимаю, что, может быть, не по специальности задал вопрос. Да нет такой проблемы! С плеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так. А Нуна нет. И сюда нет. Проблемы нет. А эти? Глеб показал руками что-то замысловатое, танцует, звенят бубенчики. Да. Но при желании... Глеб повторил, при желании их как бы нету. Потому что если... Хорошо. Еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна... То же дело рук разума. Вот высказано учеными предположение. Что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа. Кандидат Пристеля, изучающий, смотрел на Глеба. Где выше расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена? Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу... Можно также предположить, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы ли мы, чтобы понять друг друга? Да. Простите, вы кого спрашиваете? Вас. Мыслители. А вы готовы? Мы не мыслители. У нас зарплата не та. Но если вас интересует, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо. Что прикажете делать? Нет, ну лаять по собачьи, петухом пить. Мужики засмеялись, пошевелились и опять внимательно уставились на Глеба. Но, тем не менее, нам надо понять друг друга, верно? Как? Я предлагаю начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать, что я землимал. Что, несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова, и я тоже разумное существо. В подтверждении этого можно показать его на схеме, откуда он. Показать то Луну, потом на него. Логично. Таким образом, мы выяснили, что мы соседи. Но и не более того. Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал таким, какой есть на данном этапе. Да, 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 подхватил кандидат. Это очень интересно. По каким же законам? Кандидат многозначительно посмотрел на жену. И зря. Потому что взгляд его был перехвачен, Глеб взмыл ввысь. Всегда в разговоре со знатными людьми деревни наступал вот такой момент, когда Глеб взмывал кверху. Он всегда ждал этого момента. Радовался ему, потому что дальше все происходило само собой. Приглашайте жену посмеяться. Спросил Глеб, спросил внешне спокойно, но внутри у него все вздрагивало. Только может мы сначала научимся хотя бы газеты читать. Послушайте. Да мы уж послушали. И имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, товарищ кандидат, что кандидатство – это ведь не костюм, который купил раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо поддерживать. Глеб говорил негромко, назидательно, без передышки. Его несло. На кандидата было явно неловко смотреть. Он растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков. Мужики старались не глядеть на него. Нас тут, конечно, можно удивить. Подкатить к дому на такси, выслещить из багажника пять чемоданов. Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить как раз наоборот. Можно подумать, что здесь кандидатов в глаза не видели, а их здесь видели. И кандидатов, и профессоров, и полковников. Это называется? Покатил бочку. Ты что, с цепи и сорвался? Не знаю, не знаю. Торопливо перебил его Глеб. Не знаю, как это называется. Я в лагере не сидел, и с цепи не сорвался. Зачем? Тут поглядел Глеб на мужиков, ну, тоже никто не сидел, не поймут. А вот жена ваша сделала удивленные глаза на вас. А там точка услышит. Услышит и покатит бочку в Москве на кого-нибудь. Так что этот жарго может плохо кончиться, товарищ кандидат. Видите, когда сдавали кандидатский минимум, вы ведь не катили бочку на профессора. И одеяло на себя не тянули, и по фене не ботали. Потому что профессоров надо уважать. От них судьба зависит. А от нас судьба не зависит, с нами можно и по фене ботать. Ошибаетесь. Мы здесь тоже немножко метить. И газеты тоже читаем. И книги случаются, почитываем. И телевизор даже смотрим. И представьте себе, не приходим в бурный восторг. Ни от КВН, ни от Кабачка тринадцать стульев. И спросите, почему? Почему? Потому что там та же самонадеянность и гонора на пятерых Чаплиных. Скромнее. Скромнее надо, дорогие товарищи. Да в чем же увидели нашу нескромность, не выдержала Валя. В чем она выразилась-то? А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте и поймете. Можно ведь сотни раз говорить слово мед. Но от этого во рту не станет сладко. Чтобы понять. Необязательно кандидатский минимум издавать. Можно сотни раз писать в разных статьях слово народ. Но знаний от этого не прибавится. И ближе к этому самому народу вы не станете. Так что уж когда вы езжаете в этот самый народ, будьте немного собраны. Подготовлены, что ли? А то легко можно в дураках очутиться. До свидания. Приятно провести отпуск среди народа. Глеб победно усмехнулся и вышел из избе. А он всегда так уходил. Один. Не слыхал, как потом мужики, рассказясь, говорили. Оттянул он его. Дешевый собака. Откуда он пролунуто все знает? Срезал. Срезал. А это-то, Валя-то, дыр-да не раскрыла. А чего тут скажешь? Тут ничего и не скажешь. Причесал Константин Иванович. Как миленького причесал. Да он, Костя, мог, конечно, сказать. А этот ему на одно слово пять. В голосе мужиков слышалось как бы даже сочувствие. Глеб. Глеб же их по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял. Восхищал даже. Хотя, положим, любви тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток. Жестокость никто нигде никогда не любил еще. Завтра утром Глеб Капустин, придя на работу, между прочим, с ухмылкой играть будет. Спросит у мужиков. Ну, как там, кандидат-то? Срезал ты его. Скажут Глебу, ничего. Великодушно заметит Глеб. Пусть подумают на досуге. Это слишком много берут на себя. Рассказ. Следующий. Называется рассказ. Билетик на второй сеанс. В последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова. Опостылило все на свете. Так будто встал на четвереньки и зарычал, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы. Чего и тебя так? Притворно спрашивал сторож Ермолай. Тимофей отлично понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался ему. Судьба, судьба, сучка. И дальше сложно. Чтоб у ней голова не качалась. Чтоб сухари в сумке не мялись. Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно точно. Плел на кого-то ненавистного многожильный ременный бить. Ругать судьбу до страсти хотелось. Поэтому было еще. Осиновый кол в бугорок. Мама крестителя. Много. Даже Ермолай изумлялся. Забрал у тебя. Заберет. Когда она, сучка, так со мной обошлась. Ну, если уж тебе на судьбу вяжаться, то не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего не в проворот. Тимофею не хотелось объяснять. Сторожу, отчего, блин, душа. Да и не понимал. Вот сам не понимал. В доме действительно все есть. Было время, гордился, что жить умеет. Теперь тосковал и злился. А дурак-сторож думал про себя. Словесть тебе дьявола заела. Хапал всю жизнь, воровал. Ведь не попался ни разу. Паразит. Разлад, Ермолха. Полный разлад в душе. Пройдет. Не проходила. В тот день, в субботу. Да он весь как-то вышел день на раскосяк. Тимофея печатал склад, но опять. Выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой идти не хотелось. Там тоже тоска. Еще хуже. Жена начнет нудить. Была осень после доезжей. Не сильно дыл сырой ветер. Морщил лужи. А небо из закатного края прояснилось. Выглянуло солнце. Холодно. Тоскливо. Как-то противно и ясно. Тимофей шел. Думал. Вот жил. Подошел к концу. Этот остаток жизни в 10-12 лет, это уж не жизнь, а так. Обглоданный массол под крыльцем. Лежит-то к чему? Да и вся эта жизнь, если разобраться, тьфу. Вертелся всю жизнь. Ловчил. Дом крестовый рубил. С всякими правдами и неправдами доставал то-то-то это. А вон Ермока, например. Всю жизнь прожил валиком. Рыбачил себя в удовольствие, ни горя, ни заботы. А червей будем вместе кормить. Но Ермокт хоть какую-то знал. А тут. Как циркач на проволоке. Пройти прошел. А кореньки-то трясутся. Шел Тимофей. Думал. Да взял и свернул в знакомый переулок. Жила в том переулке поля Тепляшина. Когда-то давно. Тимофей с полей крутили преступную любовь. Были скандалы, битье окон. Позор. Жена Тимофея Гутя семь лет отчаянно боролась с полей из-за Тимоф. Гутю хвалили в деревню. Она гордилась этим и учила молодых баб, которые оказывались в ее положении. Он к сударушке. А ты со стежком под окошко к ним. Да по окошкам стежком-то. По окошкам! Там была раньше в деревне такая любовь со стежками. Теперь лучше разошлись и все. Раньше годами лютовали. Но с Тимохиной любовью все тогда как-то само собой обошлось. У вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набытился к Поли. Он имеет сосна. А та вдруг залепила. Что я? Сына на тебя променяю? На! Выкуси! И мог хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак. После этого перестал туда ходить. И все мое дурацкое положение настало потом. Обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились. И вместе смеялись над Тимохой. Ну как там? Сударчик-то мой поживает. Принародно спрашивала Поля. Гутя смеялась. На печке клопов давит. Мстили, что ли? Тимоха тогда же наличал на законную жену. Но получил отпор на этот раз от своих детей. Спросить сейчас Тимофея, зачем он идет к Поле, он не сказал бы. Не знал. Поля удивилась. Вот так гость. И зачем это? А что ты, заразная, что ли, что тебя обходить надо? Ну посидим по старой памяти, выпьем вот. У Тимофея была с собой бутылка, он ее поставил на стол. Вспомним былое. Было чего? Поля стала старое, да и... Некрасивая. Тимофей со злости. Подумала, она красивой-то не была сроду. Стала вдруг жалко себя. Хочешь, анекдот один расскажу. Вон она. Ну что ты, как попка заладила. Вон она, вон она. Как дикари, честное слово. Ну зашел, ну и что? Вообще глупые вы какие-то бабы, честное слово. Зачем ходите тогда к глупым-то? А где вас умных-то въять? Так и меняешь шило на мыло. Небось и ревизия была злой-то. На меня еще такой ревизор не уродился. Оно видно. Видно, уродился. И Мефей выпил стакан. Закусить чем-нибудь не спросил. Поля не предложила. Ну и он тоже не пригласил Поля-то с собой выпить. Слушай, анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице. Всем доходной, доходной мужик-то. Но все-таки думает, где бы тут подцепить какую-нибудь. Но слыхал по городских мыслей взыграли. Тут подходит к нему одна, ну и гладкая. Тут полная пазуха, вежливая. Пойдет, говорит, ко мне, я тут близко живу. Но мужик, родешник, сама навялилась. Приходит. Она говорит, раздевайтесь, я сейчас приду. Ну, он разделся, сидит, ждет. А она выводит детей в баллах и говорит им. Вот, детки, если будете плохо кушать, будете такие же худые, как вот этот вот дядя. Полю эта история не рассмешала. С Тимофеем тоже было не смешно. А днем, когда рассказывали, смеялся с шоферами и подумал еще, что история какая-то поучительная. К чему это ты? Спросила Поля. Тимофей пояснил. Точно так же со мной выкинула судьба, сучка. Живи, мол, Тимофей, раз башка есть на плечах, живи, ничего не бойся. Но Тимофей разлыся лоб. Жил бы честно. Никого б не боялся. Это она больно у Ева. Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольнее укусить. Не знаешь, кто вот здесь? Показал на кровати честно. С чужим мужиком миловался. Не приходилось слышать. Приходилось? А тебе? Не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была. Вдова отецемерий. Погаристый. Вот теперь Тимофей, кажется, все понял. Жалко себя. Жалко свою прожитую жизнь. Не вышла. Жизнь. Сказка про белого бычка у нас получается. Поля. Поля засмеялась. Че смеешься? А чем мне не посмеяться? Жизнь. Не надо. Тебе не лечит. Зубы кривые. Я когда-то Не замечал. Почему не замечал-то? Замечал. Эх, ма, что ведь обидно-то, дорогуша ты моя. Кому так все в жизни. И образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая с сахарными зубами. А Тимофе ему ж с кривинкой сойдет, с глицой. Вот жмей-то, изумилось Поля, козел вонючий, ну-ка забирай бутылку, и чтоб духу твоего здесь не было, только возьму ухват, да ухватом, по башке от поумной, умник. Тихонько Тимофе спокойненько оттел опять на бутылку железненькую косынку. Устроил бутылку во внутренний карман пиджака. И, не торопясь, пошел домой. Стало вроде малость так полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить. Кому-нибудь так же вот тихо, спокойно. Наговорить бы гадость. Пришел он домой, а дома, склонившись локотком на стол, сидит Николай Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам, вылитый Николай Угодник, белый, невысокого росточка, игрушечный старичок. Сидит, головку склонил, смотрит ласково. Ну, здравствуй, Тимофей, говорит. Тимоха посмотрел вокруг. И вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже тихо, ласково сказал кротко и благостно. Здорово, Николай Угодничка. Я сразу тебя признал, батюшка. Угодник весь как-то встрепенулся, засмеялся и мелко погрозил пальцем. Пьяненький? А, есть маленький. С отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. С тоски больше, батюшка, не обессудьте, с тоски. Шибко-то не загуливайте. Ребятишка вон вырастил, чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, сиденький. Чего тоска-то? Тоска там. А Бог ее знает. Не верим больше. Вот и тоска. В Боженьку-то перестали верить, вот она и навалилась матушка. Церковь позакрывали. Мы чершинничаем, блудим. Вот она и тоска. А ты веровал мне когда? Батюшка, вот тебе крест. Маленький был, веровал. Так в Рождество Христа славить ходил. Не приди большевике, я и теперь, может, веровал бы. Сам-то не коммунист. Откуда? Да я, может, и коммунистом стал бы. Перед тобой-то чего лукавить? Да был у меня тесть. Ну, дно ему, не по крышке. Его в тридцатом году раскулачили. Но! Ну, я с тех пор и завязал рот тряпочкой, не заикался больше. Угодник больше того удивился. Горько удивился. Да ты что? Тимофей. А, как на духу, батюшка. Так ты что пришел? К добру, а к худу? Как понимать-то? Чего пришел? Угодник потрогал маленькой сморщиной ладонью белую бородку. Вот попроведывать окаянных. Да так поднялись с колен ты. Ничего, чего мне не постоять-то? Не отсохнуть. Что, батюшка? Так вот походишь, поглядишь по свету-то. И споскудился на ротишка. Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу. Перешел. Да он, по правде сказать, кулаком-то никогда не был. Так. Нашумел тогда с колхозами, трепался где-то. Трепач он был, тесть-то. Дурак, дураком. Ботала коровья. Но жил, правда, крепко. А я среднечишка был. Мне в парочку большевиков-то можно. И что ж он, тесть-то? Да отпыхтел свое пришел. Я и не видел его с тех пор. Далеко живем друг от друга. У сына он живет. Балда старая. А сын далеко где-то. Так, говоришь, испоскудился на ротишку. Здорово, испоскудился! Серьезно сказал угодник. Так ведь совсем не худышный стал за рот. Подхватил Тимофей. Пьют. Ворвают. Я и то приворовываю на складе. Да знамо грех. Да посмотришь кругом ты. Господи, Господи! Что делается? Приворовываешь. Приворовываю, батюшка. Ребятишка он вырастил. На какие пшиши так-то? Батюшка. Чего я просить-то тебя хотел? Тимофей весь собрался под ползгой ближе. Ты там, Господу нашему, Иисусу Христу близко сидишь. К Деве Марии. Посоветуйтесь там, сообща. Да это. Шибко ужалко, батюшка. Да тому жалко сердце кровью обливается. Ведь я мужик-то не глуп. Ведь у меня гроботежки совсем почти нет. А я вон каких молодцов обвожу вокруг пальца. Не пойму я тебя. Родиться бы мне еще разок. Ну пусть это не считается, что прожил. Родите-ка вы меня. Еще разок. Ты жалуйся тоската. Ну и сукин ты сын Тимоха. Да потому и жалуюсь, что жизнь-то не вышла. Ты вот смеешься. А мало тут смешного, батюшка. Одна грусть, тоска зеленая. Вон на земле-то как хорошо. Разве ж я не вижу, не понимаю. Все понимаю, потому и жалко. Тьфу! Да и растереть. Вот и вся моя жизнь. А как бы ты, интересно, жить стал? В другой-то раз. Господи! Да первонаперво я б на другой бабе ронился. Про любовь даже в Библии писано. А для меня, что любовь, что чири на одном месте. Прости, Господи. Как все одно телу с молдой нажил, так и жена мне. Кректишь, а носишь. Никудышная бабенка-то попалась. Дура! Вся в папашу своего. Хайло, рази не ты, давай! Сундук плетеный не баба. Из-за нее больше не приворовываю. Ну, жадная. Ну, несусветно. Жадная. А мне? С моей-то башкой. Мне бы в начальстве походить тоже бы не мешало. Из меня бы, я думаю, прокурор бы неплохой получился. Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза угодника. Тестюшку своего я бы тогда так жаконопатил, Чтоб он в сей день там заязычил его цец! Зло сказал старичок, ведь я и есть тесть твой. Ворюга, допился. Разуй глаза-то. И Тимофей поднялся с колен, Отряхнул штаны, Спокойно и устало сказал. Глядик, Правда, тесть, Тестюшка, Видишь, за кого я тебя принял? Допил, сукин сын! Все секреты тебе свои выдал. Пссс! Глядич! Знай! Ах, как я вклепался! И то ж надо так! Ай! Ай! Потом, Когда выпили, Тестюшку годник, Оскорбленный за себя и за дочь, Тыкал под нос зятью белым кукишем И твердил с короговоркой, Вот тебе, а не другая жизнь! Вот тебе, билетик, На второй сеанс! Ворюга! А Тимофей монотонно повторял, Ах, как я вклепался! Это ж надо-то! Ай! Я тебя самого посажу, Ворюга! Кто? Ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, Лишанцев? Вать тебя, А не другая жизнь! Вать тебя, Билетик, На второй сеанс! Ворюга! Тестюгодник хотел опять угодить под нос Зятью белым кукишем, Но зять вылил ему на голову стакан водки И, пугая, полез в карман за спичками Подожгулась! Тестюгодник вытерся полотенцем И заплакал, Чего ты, Моха? Над старым-то человеком, Бесстыдник ты! Дешевка! Приехал к нему как к доброму В том-то и дело, что не знаю Миролюбиво уже сказал Тимоха, не знаю Тестюшка, не знаю Я бы все честно сказал, только не знаю Что-то со мной такое делается Пристал, видно, так жить На смех пристал Укатали Сивку Прожил Как песню спел А спел Плохо Жалко Песня-то была Хорошая Прости За комитет-то Прости Великодушно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова